Всем привет! С вами Честный Предприниматель. Сегодня мы говорим о том, как взять землю сельскохозяйственного назначения без торгов. Рассмотрим два основных способа. Первый способ подходит для физических лиц, которые не зарегистрированы ни как ИП, ни как организация, но при этом хотят себе получить землю сельскохозяйственного назначения. Согласно земельному кодексу Российской Федерации, физическое лицо без торгов может взять участок земли, предназначенный для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, для ведения огородничества и для личного подсобного хозяйства, если участок находится вне населенного пункта. Самый интересный из этих видов это, конечно же, ЛПХ вне населенного пункта. Чем он интересен? Тем, что, во-первых, на этой земле можно вести различные виды сельскохозяйственной деятельности, и, во-вторых, рано или поздно такой земельный участок можно включить в границы населенного пункта, и на вашем участке можно будет строить дом. Количество земли, которое вы можете попросить у муниципалитета ограничено, в каждом регионе свои правила. Схема работы выглядит так. Вы находите пустой земельный участок, либо из неразграниченной государственной собственности, и сами формируете новый земельный участок, далее запрашиваете себе земельный участок без торгов, получаете его в аренду, 3 года используете землю по назначению, арендуете этот участок, платите без нареканий, все в срок, и спустя 3 года у вас появляется право выкупа этого земельного участка. Выкуп в большинстве районов производится по кадастровой стоимости, но для сельхозземли это очень маленькие деньги. Кстати, есть вариант найти готовый земельный участок, который уже стоит на кадастровом учете, но пока что не является частной собственностью. Второй способ намного интереснее, но он подходит тем, кто зарегистрирован как ИП, или готов это сделать для того, чтобы получить себе в собственность не меньше 2 гектар сельскохозяйственной земли. Связан он с крестьянско-фермерским хозяйством. Что это такое, как вообще получить статус КФХ, зачем это нужно и как взять землю. Для того, чтобы стать крестьянско-фермерским хозяйством, одному человеку достаточно быть зарегистрированным как ИП и добавить в коды своей деятельности какой-то код, который относится к сельскому хозяйству. Растеневодство, скотоводство, что-то из этой сферы. Вы выбираете сами. Автоматически производится регистрация КФХ в органах налогового учета. Вы становитесь фермером. Юридически. Теперь, будучи крестьянско-фермерским хозяйством, вы можете найти свободный земельный участок либо из неразграниченной государственной собственности, либо из тех участков, которые уже стоят на кадастровом учете, но пока что еще не являются чьей-либо собственностью, и запросить этот земельный участок без торгов. Минимальное количество и максимальное количество гектар, которые вы можете попросить себе в аренду, как КФХ, разное по разным регионам, для Московской области минимум это 2 гектара. Соответственно, находим подходящий земельный участок и запрашиваем его себе в аренду. Арендуем земельный участок 3 года, и спустя 3 года, если все было в порядке, если вы действительно использовали земельный участок по назначению, если не было просрочки по платежам, вы можете запросить выкуп этого земельного участка, опять же, в основном по кадастровой стоимости, но, как я уже сказала, она совсем невелика. В чем плюс и почему инвесторам стоит обратить внимание на эту схему получения земельных участков с помощью крестьянско-фермерского хозяйства? А в том, что не так давно у нас вышел так называемый закон о доме фермера, который позволил строить жилые дома на такой земле. При этом каждый регион определяет, будет ли применяться закон о доме фермера в их районе или не будет. 16 регионов выступили против строительства жилых домов, но 68 регионов сказали, что они застроиться можно. Фермеры уже начали строить и регистрировать свои жилые дома. Да, есть ограничения. Площадь застройки должна быть не более чем 0,25 от площади земельного участка. Дом в целом должен быть не больше чем 500 квадратных метров и не выше чем 3 этажа. Вот такие ограничения. Про закон о доме фермера мы уже говорили ранее. Видео можно посмотреть здесь по ссылке. Но в июне 2024 года вышло дополнение к этому закону. Теперь фермеру разрешено самостоятельно выбирать виды деятельности, которыми он хочет заниматься на сельскохозяйственной земле. Помимо этого фермерам теперь можно использовать свой жилой дом для того, чтобы разместить туристов. То есть фактически разрешено строить гостиницу на сельскохозяйственной земле. При этом даже если сложить стоимость аренды, обработки земельного участка, выкупа земельного участка спустя 3 года, то в итоге рыночная стоимость земли, которую вы взяли в аренду, а затем выкупили, всегда будет многократно превышать ту стоимость, которую вы отдали на всех этих этапах. Количество сельскохозяйственной земли не такое большое. В тех районах, где земля стоит достаточно дорого, мы говорим про Московскую область, область с ней граничащая, мы говорим про Краснодарский край. То есть здесь такая земля всегда будет очень дорогая, поэтому рассматривать ее как инвест-объект не только можно, но и нужно. Сейчас самое время обратить на нее внимание. Помимо этого 160 закон от 22 июня 2024 года говорит о том, что теперь фермер может размещать торговые павильоны некапитальные на своем земельном участке и продавать продукцию, прямо, так сказать, не отходя от кассы, прямо там, где он ее производит. Таким образом, что касается КФХ, то работа сейчас может вестись в трех направлениях. Первое, это найти земельный участок для КФХ, построить там жилой дом фермера и продать либо как готовый бизнес фермерский, либо как усадьбу. Второй вариант, это продать земельный участок как гостиницу, если в этом доме мы размещаем туристов. И третий вариант, продать уже как бизнес торговым павильончиком, где, собственно, фермер будет сразу реализовывать свою продукцию. Есть один такой, на самом деле, большой подводный камень для крестьянско-фермерских хозяйств. Это то, что земельный участок, на котором уже построен дом капитальный, если этот дом зарегистрирован, то такой земельный участок межевать будет нельзя. Что касается инвестирования, опять же, мы видим из года в год, что законодательство становится более лояльным по отношению к сельскохозяйственной земле, по отношению к местным производителям и создает для этого все условия. Также создает все условия для размещения туристов на своей земле, для сельскохозяйственного туризма. Поэтому в этом направлении смотреть нужно однозначно, именно сейчас, пока все только начинается. Также важный вопрос, это продажа дальнейшая участка для крестьянско-фермерского хозяйства. То есть, если мы говорим про ЛПХ для физических лиц, понятно, что вы его продаете точно так же другому физическому лицу, то здесь для того, чтобы купить такой земельный участок, человеку, покупателю придется стать тоже КФХ. Это, ну, вроде как бы и минус, но на самом деле, сложности большой сделать это не составляет. Особенно, если земельный участок ценный. Что касается переуступки, то есть продажи права аренды, то для крестьянско-фермерских хозяйств она запрещена. Продать такой земельный участок вы не сможете. Обязательства нужно будет исполнять самостоятельно. Сельскохозяйственная земля очень перспективная, потому что землю мы там приобретаем большими объемами, большими гектарами и приносит она, соответственно, при правильных действиях очень большие деньги. Для того, чтобы в это все войти, нужно, конечно же, разбираться, обладать комплексными знаниями. Поэтому, если в ваших планах инвестировать в сельскохозяйственную землю, если у вас есть на примете какой-то интересный земельный участок и есть относительно него некие сомнения, или есть желание проверить этот земельный участок, то приходите к нам на личную консультацию, будем заниматься сопровождением, помощью введения вашей деятельности. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы следить за нововведениями в земельном законодательстве, за окном возможностей с помощью земли. Всем пока!